Сегодня была встреча по поводу установки индивидуальных счетчиков. Можете рассказать, чья это была идея вообще реализовывать это, устанавливать эти счетчики, выбивать деньги из бюджета на это? Назовем так, что идея, конечно же, родилась в первую очередь горожанами, потому что та проблема, которая сложилась в городе по установке подомовых счетчиков и конфликты, они привели к тому, что родилась идея установки индивидуальных счетчиков. И команда моя и люди, которые присоединялись с ней, очень проделала большой и тяжелый путь на пути к реализации этого проекта. Это действительно борьба с бюрократической машиной, потому что мы знаем, что каждая запятая, она может повлиять на решение, а так как это деньги из государственного бюджета, то и к ним большое пристальное внимание. На сегодняшний день, после полугода напряженной, можно сказать, борьбы за каждую квартиру, за каждый индивидуальный счетчик и за каждую копейку, которая заложена в бюджете, нам удалось приступить к этому моменту, когда будет массовая реализация этого проекта. Уже начали устанавливать? Вот массовая начнется с понедельника, я надеюсь, что уже никаких преград не будет. Есть, конечно, определенные трудности, в том числе и выплата авансов подрядчикам, потому что без денег они сегодня не смогут устанавливать эти счетчики. И мы очень надеемся, что президент подпишет законопроект, который оставит субвенции из соцэконома в местных органах самоуправления и перейдут они на следующий год, потому что до этого всегда было, если ты не успел освоить деньги, деньги забирали назад в госбюджет и город просто лишался этих средств. Я надеюсь, что это не произойдет. Несколько дней назад на сайте Николаевска городского совета появилась новость о том, что вот якобы идея установки этих счетчиков принадлежит Татьяне Казаковой. Я думаю, что это не вопрос не к Татьяне Викторовне, а к членам службы, пресс-службы, возможно, которая готовила это обращение. Потому что это, знаете, похоже был на какой-то троллинг, и мне показалось, что когда ты работаешь год над проблемой, когда ты прошел все пути, все проблемы, прошел эти семь кругов ада нашей бюрократии, начинаешь внедрять жизнь, и тут тебе говорят, что оказывается, это не твоя была идея. Ну, в душе я где-то улыбнулся, потому что неважно, на самом деле, чья это идея, главное, чтобы это могли реализовать. И я бы мог давно уже отстраниться от всего, я сделал самую главную задачу, я принес в Николаев деньги. А дальше это работа органов местного самоуправления, то есть органов местной власти здесь. И если они не сделают это, то это их проблема могла быть. Но я работаю каждый день, моя команда сегодня ходит по людям, инспектирует их, рассказывает, что надо сделать, какие документы надо предоставить. Мы работаем с газовщиками, чтобы скомпоновать и соединить всю эту схему, чтобы не было разброда и шатаний. И партамент ЖКХ наконец-то понял, что мы из тех людей, которые не отступим и будем добиваться решения этой проблемы. Поэтому выстрела на очень было много, и я думаю, что это просто недоразумение. И надеюсь, что в дальнейшем такие троллинги не будут повторяться, потому что я буду отвечать очень и очень жестко. Сегодня обсуждается вопрос о принятии городской программы, по которой будут выделяться с городского бюджета деньги на установку этих счетчиков. Насколько я знаю, еще где-то с полгода назад вы обращались в Николаевский городской совет, чтобы принять эту программу. А вы общались со своими коллегами, народными депутатами, возможно, по поводу, чтобы они тоже выбивали деньги из государственного бюджета на это? Смотрите, если бы в начале года депутаты городского совета, мэр предыдущий услышали бы меня и пошли навстречу горожанам, мы бы сегодня уже, ну я думаю, что порядка 10 тысяч квартир установили бы индивидуальные счетчики, и уже было бы это напряжение спало бы. Но так как каждый пытался тут важный ходить, такой весь в галстучий, главное, одеть и поумничать много на комиссиях и на сессиях, никто... Вы так конкретно имеете в виду? Да, тут половина. Посмотрите на сегодняшний состав городского совета, посмотрите на сегодняшний совещание. Все равно появляются те, кто пытаются перенаправить просто это в говорильню. Здесь на самом деле все очень четко и понятно. Схема отработана, мы уже все сделали. Надо только финансирование, программа, которую, ну, к сожалению, нас не привлекали, я еще не видел, что в ней, к разработке этой программы. Я надеюсь, что она прописана так, что ее потом не надо будет менять. И начинаем работать. Вперед, 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 вперед. Я не вижу никаких проблем. Но каждый пытается заговорить, заговорить. То, кто-то пытается перенаправить деньги из департамента ЖКХ, поменять заказчиков, сделать это заказчиками администрации, например, Ингульского района, Корабельного района. То есть, каждый квот пытается под себя какие-то эти деньги получить. То появляются какие-то полусподсматривающие за департаментом ЖКХ, передают приветы о том, что надо какую-то часть процентов кому-то отдать. Все идут, извините меня, на три буквы. Я работаю для горожан и отрублю руки любому, кто пытается, попытается хоть какой-то процент положить себе в карман. Нет, этого нет и не будет. И со мной должны уяснить раз и навсегда, что никаких тем, схем, никаких мутных историй быть не может. Хотят работать на благо горожан, вперед. Запрыглись и поехали. Хотят дальше участвовать в каких-то схемах, которые здесь были. Ну, видите, уже там последняя фамилия в списке мэров. Уже один доигрался. Я считаю, что этот городской совет себя изжил. Его надо распустить. И мой законопроект сегодня зарегистрирован в парламенте. Избрать новых, выбрать мэра, идти дальше. Когда вы выбивали деньги из государственного бюджета на эти счетчики, вы говорили со своими коллегами, с Александром Желобецким, с Козырем Борисом Юрьевичем, о том, чтобы они тоже требовали, пытались получить эти деньги на свои округа? Нет, я не говорил. На самом деле, я думаю, что сегодня депутаты все видят работу своих коллег. Я напомнил что-то хорошее из того, что делает Козырь или Желобецкий, могу это взять себе на вооружение. Проблема нет взаимодействия между депутатами. То, что в самом начале заявлялось о межфракционном депутатском объединении Николаевичиной, это всего лишь название. Вас туда не включили? Меня туда не включили за то, что у меня всегда есть, наверное, своя позиция. Я знаю Андрея Водотурского, которого тоже есть в оппозиции. Его исключили. Ну, вот все остальное осталось на бумаге такой пшик. Тем не менее, вы были депутатом прошлого созыва, вы сейчас депутат. В этом созыве впервые, наверное, за много лет в парламенте представлено так много народных депутатов, которые представляют интересы жителей Николаева, жителей Николаевской области. Должна же быть какая-то консолидация, какой-то общий проект, возможно, которым бы занимались эти народные депутаты. Есть такое вообще или нет? Ну, может быть, вот индивидуальные счетчики будут тем проектом. Пока этого нет. За три года есть нечем похвастаться вам всем? Совместно? Конечно, нет. Я же говорю, нет взаимодействия. Ну, посмотрите, если, опять же, спрос рождает предложение. Да, какой запрос в обществе есть, такие сегодня и политики. Посмотрите на то, что происходит в более мелком масштабе в городском свете. Здесь масса людей, которые проявляют инициативу. Активных, целеустремленных, которые фонтанируют идеями, которые даже видят процесс реализации этих идей. Но собраться всем в одной комнате и решить стратегически важное направление, что мы делаем в этом году, что мы делаем в следующем году, как мы это делаем, кто за что отвечает, они тоже не могут. Потому что амбиции и эмоции у каждого переполняют и мешают работе. И нету тех людей, которые сегодня готовы их объединить. Потом будет масса идей, которые будут результаты, то, что я говорю, будет ноль. Потому что каждый будет пытаться тянуть идея на себя. Аналогичная ситуация с народными депутатами. У каждого свои амбиции. Да. Ну, смотрите, мы же собирались, предыдущий губернатор Вадим Мериков же проявил эту инициативу сбора депутатов. Проговаривались идеи, ну и чем это заканчивалось. Потом депутаты начинали каждый из какой-то истории пытаться вычтенить какую-то выгоду для себя, либо для округа. Это уже не важно. Но не было слаженной командной работы. Вот это большая сегодня проблема. Она есть как у депутатов, так и у тех же активистов, которые сегодня масса в том же горосполкоме, облгосадминистрации ходят с разными идеями. А депутатские корпусы здесь, на местах, ну и подавно говорить. С губернатором была встреча какая-то народных депутатов общая? Я знаю, он собирал, меня не было. Я был в Киеве. Что там говорилось, я не могу знать. Только могу прочитать из средств массовой информации, но опять же, насколько это соответствует действительности, я не знаю.